Одна из больших проблем, мы сказали, что почему, скажем, нет развития. Почему нет развития? Потому что нет беспрерывного найма. Потому что нам люди, чтобы расширяться, нам нужны люди, чтобы развиваться. А касса? Давайте посмотрим, почему люди вообще не нанимают. Почему мы не сделаем постоянный найм? Хотите развиваться? Хотите расширяться? Вопрос. Тогда начните постоянный найм. Первый шаг, надо делать все это. Постоянный найм. Интересно, один из учеников сказал, наставник, а как? У меня вакансий нету. Продолжать нанимать? Я сказал, да. Вакансий нет, все, свободное место нет. А продолжать нанимать? Ну да, продолжай нанимать. А почему? А откуда плачу им? Нанимай, подготовь для того, чтобы второй филиал открыть. Второй магазин открыть, третий магазин открыть, четвертый. Подготовь. А если у тебя вообще вакансий тут нет, и ты в этот месяц не собираешься расширяться, или в следующий, по ближайшие три месяца. Хорошо, продолжай нанимать. Но слабых замени. Замени слабых. У тебя появляется сильность, заменяй кого? Слабых. То есть, получается, что у тебя есть одна стратегия, постоянное улучшение команды. А когда у вас будет постоянная стратегия улучшения команды, улучшая команда, команда помогает улучшить бизнес. А когда команда сильнее, однозначно бизнес сильнее. Вы же не можете там слабыми командами построить сильные компании. Это невозможно. Иногда бывает такое, просто никто этим не занимается. Некоторые компании говорят, что они только жалуются, что кадры нет. Кадры нет, кадры нет. А ты спроси, кто этим постоянно занимается? О, у нас постоянно это никто не занимается. Ну, офис-менеджер делает. Ну, офис-менеджер делает. Ну, офис-менеджер, у нас своя работа. Или не готовит. Я сам этим занимаюсь. Честно, поднимите руку. Кто из вас отдельно человека нету, который только командам занимается? Поднимите руку, пожалуйста. Вот видите, никого конкретного нету, который воспитывает команду, нанимает команду, ищет команду, ротация делает, статистику делает, и квалификация делает. Иногда бывает, что конкретного человека нету, который занимается построением команды. А мы думаем, что между делами это делаем. Знаете, некоторые, когда, я помню, один из учеников сказал, наставник, не могу найти кадров. Я спросил у него, сколько собеседений провел, какие действия делал, какие реальные действия делал, которые не дали результат. Он говорит, я знакомым рассказал. Я говорю, ну ладно, а сколько знакомым рассказал? Да я не помню. Мы когда сидели по именам, расписали, всего 4 или 5 человек он рассказал, и то было полтора-два месяца назад. Как можешь, ты полтора-два месяца назад всего 3-4 человека говорит, ну ладно, я знакомому говорю, Марат, мне нужен бухгалтер. Что, Марата ничего делает, ищет мне бухгалтера что ли? Если у него знакомые есть, расскажет. Если нет, не скажет же, правильно? Поэтому, вот, когда нет конкретного человека, кто занимается именно построением команды, команды все равно будут слабыми. Точно так же, когда конкретный бухгалтер есть, ведет бухгалтерию. Когда нет, между делами вы то этого нанимаете, то того нанимаете, то того нанимаете, и нормально упорядочной бухгалтерии не будет. Причина, почему люди вообще не нанимают, постоянно им не занимаются и так далее, они не понимают, зачем это делать. Просто не понимают, зачем это нужно. А когда человек не понимает, зачем это надо делать, соответственно, они это не делают. Все писать необязательно, вы просто само смысл пишите себе. Зачем это делать? Значит, главное, зачем это что? Два важные вещи в смысле этого. Постоянно расширяться, а если не расширяешься, то тебе придется сократиться, потому что конкуренция расширяется, ты сокращаешься. А второе, надо заменить, усилить команду, надо постоянно усилить команду, усилить именно умственные, можно сказать, именно интеллектуально усилить команду, интеллектуально усилить бизнес. А интеллектуально как ты усилишь его? Сильных людей надо найти. И это беспрерывно искать. Еще кое-что заметили, когда компания станет сильнее, приходят лучшие люди. Лучшие люди приходят. Вообще талантливые кадры, они не признают слабую команду. Они не признают слабую компанию. Они не хотят работать слабой компанией. Когда компания станет сильным, они видят это и потом они придут. Дальше. Нет увольнения. Одна из больших проблем – нет увольнения. Увольняйте, чтобы было наполнение. Вот смотрите. Знаете, какой черта у нас? Мы люди, оказывается, интересные. Мы привыкаем и думаем, что как будто если его увольняю, я плохо поступаю. Как будто его убью. Вот такой подход у нас. У нас настолько вот, ну хорошо чай попили, ну хорошо друг друга свадьба ходили. И теперь уже все уже неудобно. Как это вот такое неудобство внутри и так далее. А я увольняю, куда он пойдет? Я никогда не забуду, в 2009 годах я сам в долгах, море проблемах. У меня была женщина, которая работала, ё-моё, оказывается, такие кадры бывают. Она так хорошо разговаривала всегда, что я никогда не мог ее ругать. Ну не мог. Я прихожу, результата нет, ничего нет. Она нормально. Но она так встречает меня, что молим Джо. Вот так разговаривать, что я не знаю, что ей сказать. Глупо выглядеть, ругать ее. Я не знаю, что делать, это правда. Я с трудом от нее, просто тот офис закрыли, потом аккуратненько избавился от него. Просто сели офис закрыли, в конце концов банкротится. Да, это правда, так и было. Я сам в долгах и плачу зарплатой ей, еще хожу, и она как будто вот к себе домой приходит, уходит. А я не был сильным руководителем, это было в 2009 год. Вот вспоминаю, мне так смешно смотрится. Надо же. Увольняйте, пожалуйста. Это важно. Сейчас в конце сегодняшнего тренинга скажем, как надо увольнять. Увольнять тоже надо уметь. Это очень интересно встречается не только в компаниях, которые построены из членов семьи, владельца, так и в производстве, торговле, услуге и так далее. Почему нет увольнения? Потому что иногда родственники там сидят. Иногда там, ну кого вы увольняете, жену увольняешь, что ли? Кого увольняешь? Иногда братья и сестры сидят. Вот. Это тяжело. У кого из вас родственник работает? Поднимите руки, пожалуйста. Выше поднимите. Вот, вот посмотрите. Вот она. Индустрия. Индустрия средняя аза называется. Вот. Смотри. А теперь как это делать? Да? Вот это. Смотрите. Если увольняешь, еще хуже. Еще на нервах и так далее. Но я скажу мой совет. Хорошо? Я скажу вам мой совет. Три вещи вы должны четко запомнить. Хорошо? Три вещи. Пожалуйста, отметьте их. Первое. Я не против, что вы брали родственников и так далее. И так далее. Это нормально. Но есть одна очень важная вещь. Первое. Берите только того родственника, который профессионал. Если родственник профессионал, ради Бога, берите его. Если он не профессионал, ни в коем случае не надо, брат. Родственник, который не профессионал, он же банкротит вас, ребята. Это действительно так. Очень важно, чтобы вы понимали этого, что родственник, который не профессионал, он банкротит вас. И самое интересное, больше всех обижается, больше всех недовольны, больше всех на нервах действует и так далее. Согласны? И вот, знаете, я заметил, что мои родственники, они чувствуют, что как будто у них есть какая-то привилегия. Какое-то привилегия есть, как будто у них среди моих сотрудников. И сами интересные, я смотрю, действительно, сами слабе звено моей команды, четыре мои родственника. Я всех уволил. Брат уволил. У меня всего один брат жизни. Я его уволил. Я недавно всех уволил, совсем месяц назад. Я сказал, я нашел способ, как родственниками справиться. Чуть по-другому. Чуть по-другому. Я сейчас скажу, как это я расскажу вам. Просто я пособрал их всем, сказал, ребята, на этом этапе вы как специалист и как кадры, я дал вам шанс. На этом этапе я вам дал шанс. Я хотел посмотреть, к чему вы способны. Вы сами видите себя профессионала? Каждого поднимал. Кто-то говорит, я научусь. Я сказал, пока ты научишься, я банкротюсь. А я это не хочу. Другой сказал, что любого человека дать шанс поднимется. Третий сказал, что я точно знаю, я не профессионал в этом, но я это признаюсь. А он сказал, каждого спросил. Потом я пришел к выводу, что делал родственниками. Я им всем сказал, каждый из вас, откройте себе бизнес, пожалуйста. Я вам по чуть-чуть инвестирую, помогу вам. Пусть будет это ваш бизнес. Но вы потихонечку работаете, вернете мне деньги. Я каждому из них вот такое это делал. Да, я сказал, откроешь себе бизнес в этом направлении, куда-куда ты читаешь нужным, я тебе помогу. Я тебе помогу первоначальным инвестициям, а ты частично сам вложишь, хотя бы 10% сам вложишь, 90% тебе помогу. А ты потихонечку эти деньги мне вернешь. Мне нужен сильный, богатый родственник, слабый мне не нужен. Я им откровенно говорил. Я понял, что если их так, мне дешевле обойдутся они. Это правда. Я почитал себе вот так, потому что я им сказал, сейчас в проекте, которые у меня сотни миллионов, там почти около больше миллиарда. Я не могу, если я профессионал не буду, слабый кадр это обанкротит, все. И я не хочу так. Извините, я не хочу с кем из вас ссориться. Я хочу наши отношения всегда с хорошими. Вот так нормально объяснил, и самое интересное, все поняли. Все это поняли. Берите родственника, который только профессионал. Я же вам только что, вчера сказал, что вы должны каждые 2-3 года ключевых кадров что делать? Заменить. А почему? Особенно тех, которые не развиваются. И нанять еще сильнее. Я не говорю, что вы просто лично замените там, не знаю, на такого человека его уровень. Нет. Нанимать более сильного, чтобы компанию привел на новый уровень. На каждом этапе компании нужны другие кадры. Значит, первое. Родственникам что? Если хотите, брат, берите только профессионала. И все. Вторая вещь, что надо думать, делать с родственниками. Вы должны из самого начала, наверное, или там, не знаю, если вы уже работаете, им объяснить, что у вас разные фазы отношений. Фазы отношений, что такое? Бывает, как эта фаза, та фаза. Электричество же идет, чтобы они понимали, что такое фаза. Фазы отношений разные. Например, это бизнес отношений, скажем, а это родственники отношений. Это разные вещи. Дома мы как родственники, а на работа мы что? Мы уже не родственники. На работа уже ты несешь ответственность. Откуда я это понял? Я заметил по своему брату. Что происходит? Когда наступает время зарплаты, он прыгает сюда. И начинает говорить, когда вы мне зарплаты, мои бонусы причисляете. Я смотрю на него, говорю, хорошо. И когда требует план и так далее, и отчеты, и так далее, он прыгает на фазу родственников. Что, ты не доверяешь, что ли? Я попозже отправлю. Вы поняли, да? То есть он не чувствует ответственность. Он уверен, дисциплины нет у него. И вот это плохо, когда человек недисциплинирован. Это очень плохо. Это очень плохо. И автоматом другие сотрудники, и сам интересный. Я нанимаю руководителя, руководитель над моим братом и так далее, и над моими родственниками. Он давить на них не могут. Он реально, на них давить не могут. Потом мне другой, другого, который нанимал, я же на Оксфорде брал этого араба, он мне говорит, что это твои родственники себя чувствуют, как будто они очень комфортно сидят. Я говорю, почему ты так думаешь? Он говорит, твой руководитель, когда говорит, они его не слышат. Я говорю, да ладно тебе. Говорят, да, они делают, потому что тебя уважают, твои родственники. Но если тебя не будет там, они его не слышат. Я сказал, все, понял. Я просто их убрал. Это очень важно было для меня, мнение со стороны другого человека. Конечно, не все родственники такие. Вы должны понимать, ребята. Просто задавайте каждому из них вопрос. И себе задавайте вопрос. Вот это кадр, неважно, он родственник или другой, может ли компания довести до того цель, которая у вас есть? Если он не может, что надо делать? Заменить. И даже не жалеть. Оставайтесь с друзьями и так далее, заменяйте. Это нам. И самое интересное, некоторые кадры сами чувствуют. Еще я хочу сказать, даже кроме родственника даже, в этом году несколько таких я ключевых кадров заменил, потому что они сами чувствуют уже. Компания растет, и планка растет, рынок требует, время требует, чтобы они по-другому делали. Они не успевают, не справляются. Сама время такое. И вы говорите, что ребята, нам нужно вот это сделать. И потом через неделю он приходит и говорит, знаете, я что-то постараюсь, что-то не получается у меня. Наверное, так. Так, третья вещь. Третья вещь, то, что очень важно, чтобы с родственником было и так далее. Если вы, если он говорит, что я же родственник, я же трудно имену достаться с тобой и так далее, тогда двойное требование. Если выполнять двойное требование, пожалуйста, пусть делает. Двойное требование от него должно быть. Согласны? Он должен, надо, лучший пример по сравнению других. Только тогда это результат даст, иначе не будет. И все-таки пришел к выводу, что у них подсознательно остается какое-то ощущение, что у них есть какая-то привилегия. Вот это плохо. Это плохо. Они чувствуют, что как будто вы все равно их побыла, то это как-то, да, как-то вы цените. Ладно, тут ругайте их дома, как будто вы их чай налейте им. Они себя так ведут. Поэтому лучше, лучше вот так. Отделяем. Им говорим, что ты классный парень, давайте занимаешься свой бизнес. Я такой способ нашел. У вас, может быть, будет что-то другое. Вот так, пожалуйста, займись этим, я тебя поддерживать буду, помогать буду. Мне нужен богатый родственник, ты станешь состоятельным. Нормально же? Пусть он немножко сам работает, пусть он сам немножко пройдет через это все. Думаю, что так лучше. Я по такой правиле пошел сейчас. Всех отделил и сказал, вот я тебе помогу, пожалуйста, открывай свои бизнесы и так далее. Вот. Одна из проблем, почему найма нет, много людей внимания обратят. На чего внимание обращать в первую очередь? Лишь бы сейчас были немножко деньги. Что вы выбираете? Сейчас 100 долларов и маленькая компания. Или сейчас, может быть, 50 долларов прибыло, но в будущем крутая компания, которая станет миллионными. Для этого надо быть стратегием. Почему люди не нанимают? Они считают, что либо это дорого, либо они говорят, откуда им платить и так далее, и так далее. Ихний фокус больше направлен, лишь бы чтобы побольше экономить. Вы должны понимать, на кого нельзя экономить. Я вам когда-то сказал, есть три вещи, которые вы не платите. Какие? Кто помнит? Первый, ваша учеба. Это надо заново писать. Пишите много раз, ребята. Три вещи никогда не экономьте. Не будьте людьми, которые имеют беднее мышление. Первый, ваше собственное образование. Ваша собственная учеба. За это не вы платите. Кто платит за это? Конкурент платит. Вы станете сильнее, обойдете его. Вы заберете у него рынок. Вы станете сильнее. Конкурент платит за ваши знания. Второе, когда вы нанимаете профессионала. За это платит конкурент. Не вы платите. За это платит конкурент. Потому что профессионал помогает вам новые линии создать новый ассортимент создать новый рынок создать забирать доля конкурентов и так далее третье эта технология не экономьте пожалуйста на технология делайте нормальные технологические вещи не надо купить например вы хотите завод построить не надо купить какой-то там не знаю сами последние дешевый там потом возиться с ним у вас потом не технолога вы купили проблему купили также надо купить технологу но не проблему дальше не смотрите некоторые владельцы вообще устают от того что 23 собеседование проводит 23 собеседование а потом они устают они не они не хотят дальше возиться с этим посмотрите стив джобс сколько совести не провел просто неустанно ищите тех кто вам нужен это пишите неустанно искать того кто помогает тебе достигать цель компании неустанно ищите не нашли география расширяйте я повторял не нашли своем городе расширяйте география поиска но не говорит что нету никого не нашли того кто вам нужен еще география расширяйте расширяйте география поиска до тех пор пока не найдете того кто вам нужен одна из большая проблема одна самая большая проблема кто заниматься наймом какая-то девчонка который сама ничего не понимает мы чего реклама дала до дала собес вот приходит резюме собрала собрала в знать сам интересный вещь какого человека вы поставите на найм кадров таких команд такой таких людей собирают в одном и команды была одна девушка студентка смотрю одни армия студентов таким даже школьники это правда кого выпас в другом компания поставить женщина с возрастом и ей уже за 45 50 она уже закаленно атака я смотрю одни люди за 40 приходит вот откуда вы поставите например какого кто кто занимается вот это вашей найм он должен быть очень продуктивный кого мы назовем продуктивнее чего такой продуктивный человек это не это мало бывает профессионал но у него нет результат продуктивный тот человек который и результативнее и эффективнее он и результат показывает и качественно эффективно делает этого на вот этого мы называем продуктивный вот такого человека надо человек который реально он понимает и он действительно результативный продуктивный вот эффективны вот это назовем продуктивным человеком что от него из отдача частенько на область найма стать человека который самый интересный он нигде не пригодился ладно давайте этим займись он там попробовали он не подошел сюда попробовали не подошел ну лишь бы кто-то же должен это делать а теперь на самом деле хотите мало вам скажу какого человек надо ставить хотите знать второго человека после вас напишите это пожалуйста пожалуйста внимание должен управлять и должен человек который заниматься командам это второй человек после вас да я другими словами хочу сказать что у вас должно быть чем вы знаете функции и чар вот эта функция команда должен занимать человек который предан вашей компанию он очень любит вашу компанию и потому что он фундамент строит он философия компания воспитывает в мозге ваша команда второй человек после вас вот он должен это делать а если вы возьмете другими словами это человек должен иметь навыки продажа что делать это человек он команду продает сильным кому он продает сильным кандидатом он должен быть убежден он должен верить будущую компанию он должен понимаете умеет продать компанию продавец продукт продает а это человек что продает сильных кадров привлекает и второй человек после вас должен этим заниматься Чем слабее тот, кто занимается наймом, тем слабее люди, которые он будет нанимать. А слабее команда нам немножко не нужна. Дальше. Если нету найма, что ожидает нас? Дедовщина. Это самое плохое то, что есть. Как вечерами ролики видели. А он, когда дедовщина? Потому что нету постоянный поток кадров, и они начинают засыживаться, да? Правильно сказал? Засыживаться. И они начинают потом диктовать свое. Если кто-то новый придет, какой-то новыми идеями, как-то новым подходом, они говорят, ты там вискачка, откуда ты появился? Ты знаешь, что тут мы уже сколько лет жизни потратили? Так же? Они считают, что тут они хозяева, как вы читали, могу сказать, что там это мое село, как хочу, это мое древнее, буду жить, как я хочу, и так далее. Похоже на этого? Они уже, вы просто на бумаге стоите с хозяином, а тут совсем другой. Поэтому дедовщина очень сложная. Иногда в компании с тех, кто не развивается и делает много для самой компании. Смотрите. Хотя, смотрите, да? Есть такая категория, люди, которые, они делают вычту, они занимаются имутацией, как называется, бурной деятельностью, там супер. Ну, как таково эффективно, ничего не делают. Вы, наверное, видели такого. Таких очень много. Много компаний это есть. Поэтому люди, когда долго, долго, когда сидят, это происходит. Это действительно происходит. Нужно постоянно, чтобы люди были в тонусе. Людям надо об этом говорить. Людям надо сказать, что ребята, надо постоянно развиваться. Почему? Потому что рынок стал такой. Не я так хочу, это рынок стал такой. Это не в 60-ти годах сейчас. Это не в 80-ти годах сейчас. Что ты диплом получал, и навсегда твой диплом обеспечит тебя, и все хорошо. Сейчас рынок другой. Мы другой. Мы живем такое время, ребята. Когда нового сотрудника нет, новый сотрудника, когда мы берем, внимание, новый сотрудника берем, кому дадим под воспитание? Лидеру. Дедом. Слово «дед» откуда появилось? Армия и тюрьма. Армия и тюрьма. Так? Когда вы берете нового отдадите туда, они его выжимают. А если он удобный, послушный для них, они его одобряют. А если он другой, они его вталкивают, выжимают. Так же? Они его выжимают. Он не может выжить среди них. А если он такой, как они, послушный, делает, как они говорят, все нормально. А если он другой, они его однозначно выжимают. Но не дадут ему там работать. Он просто идет. У кого из вас был такой, что талантливые люди пришли в вашу компанию, через пару месяц ушли. Честно, давайте по-честному. Значит, там есть внутри дедовшина. Но вы еще не замечали его. Вам надо искать. Почему они уходят? Этого ясно, я не шучу. Ищите внутри, кто давит на людей. Вам надо найти эту дедовшину. Потому что профессионали просто так не уходят, ребята. Я гарантию дам. Они просто так не уходят. Есть своя причина. Ищите этих дедов, пожалуйста. Их отправьте в отпуск. Компания не привлекательна или не вызывает доверие у кандидатов. Бывает такое тоже. Сильные кадры не придут. А у кого из вас бывало так? Сильный кадр пришел, вроде бы вы собеседник провели, скажете, давайте мы вас берем, завтра приходите на работу. А он не пришел завтра. Поднимите руки, пожалуйста. У кого бывало такая? Высший этапонимет. Он потом не пришел. Хотя вы его брали на работу, он не пришел. А почему? Потому что эти люди смотрят на все. Они же, прежде чем к вам прийти, они же, в конце концов, много компаний побывали, работали разные компании. И сами интересны. Они очень опытные собеседованы. Потому что, когда человек 20, 30, 40, 50 раз проходит собеседование, он сразу чувствует, кто сидит перед ним, лидер. Или сидит, кто там просто чай пить организует. Или кто там? Согласны? Он сразу чувствует. Вы представьте, на минуту, человек столько прошел эти собеседенности, что он насквозно. Вы роды откроете, он вам сразу, наоборот, он мог вас лучше собеседование провести. Да? Это такое. Он такие вопросы вам задает, что вы сами не знаете, как ответит. Потому что он много раз видел, много прошел, разные компании работал, у него есть опыт. Поэтому, пожалуйста, вот. Теперь, самое интересное, компания должна вызывать доверие. Компания должна вызывать доверие. Я рекомендую, вот именно где кабинет собеседований проводите, сделайте так классно, шикарно оформить эту кабинет. Вообще, входной дверь, коридорчик, который пройдет. Где-то ваши люди работают, я не знаю, какой. Но именно там, вот где собеседование проводите, где иногда гостей, приговорный кабинет же есть, похож на этого. Сделите так, чтобы у вас было хорошее место для собеседования. Иногда меня удивляет одну вещь. Приговорный кабинет нормально, люди, партнеры встречают там. А потом, он, HR где-то вот так сидит, где-то непонятно, в таком месте, прямо вот таком. И тут вы в таком странном месте проводите собеседование этих кадров. А, соответственно, эти кадры приходят делать вывод. Они делают вывод, что у вас компания такая. И, соответственно, у них в голове что попадает? А, вот компания такого уровня. Поэтому, сделайте так, чтобы, мой совет, оформите, пожалуйста, там этот кабинет в достижении компании. Все там, все там у вас есть, сертификаты, благотписьма и так далее, и так далее, и так далее. Все, что есть. Фотографии команды, где вы тимблинг заняты, где вы обучение, команда заняты, где карьера, где там сотрудник года, где он там стоит, там такой счастливый с чем-то, кого-то путевка давали, с женой куда-то уехал. То есть, все то, что вы делаете для сотрудников, и что продает компанию, сделайте визуализацию. Человеку не надо, оказывается, объяснить, надо показать. Кто понял? Человеку не надо что? Что надо делать? Надо показать. Надо показать. А когда вы оформляете все это, это очень хорошо работает. Я это не шучу, ребята. Еще кое-что скажу вам. Сделите ролик. Сделите ролик, где каждый сотрудник рассказывает, почему здесь работает. Сделите там ролик, где каждый сотрудник говорит, какой он счастливее, и какая у нас классная команда. Приходите работать с нами, у нас лучшая команда. Мы делим такое, мы изменяем мир того-того. Сделите классный ролик для того, чтобы привлечь сильных людей. Это важно. Я хочу одну важную вещь сказать, ребята, тут. Не важно, человек год работает с нами или два, или три, или пять, но помните, он свою жизнь отдает для развития вашей компании. Деньги эти ничего не стоят. Кто мне понял? Деньги-то что? Ничего не стоят. Человек дает вам жизнь. Это важно понимать. Это важно осознать. Да, понятное дело, что каждый хочет работать, чтобы кормить семью, обеспечить семью и так далее. Это всем понятно. Но он тратит свою жизнь для развития нашей бизнеса. И это надо оценить. Поэтому, если компания, она скользкая, она вроде бы там нормально, но если она скользкая, нет, не пойдет. Так что, когда они будут думать, что вы скользкая компания, когда они вам зададут вопрос, а вообще, сколько платите, или что-то такое, а вы начинаете говорить, в общем, работайте, потом поговорим. Или что-то не будет такое. Поэтому, вам надо говорить, в таком посту человек получает в нашей компании, от такого суммы и выше. От такого суммы. всегда говорите, от такого и выше. А почему выше? Потому что, от вас зависит ваш доход. Будьте лучше делать, лучше получите. Будьте мало делать, мало получите. Вот. Сколько вы хотите зарабатывать? Помните, у нас был разговор? Сколько хотите зарабатывать? Говорит, я бы хотел столько. Пожалуйста. Пожалуйста. У нас зарабатывает человек, сколько может. Мы даем вам шанс. Мы даем вам возможность. От такого и выше. Возьмите цифру, которую он говорит, и озвучивает от такого и выше. Пусть у него будет мечта. Пусть он думает, что у вас крута компания. Пусть он уже в голове накручивает, что, блин, если от такого и выше, да я приду тут, порву всех. Да пусть он так и думает. А почему бы нет? Пусть он так и думает. От его желаний. Сколько вы хотите заработать? На какой сумме ищите работу? Да, я хочу тысячи долларов. Пожалуйста. Вы можете у нас от тысячи больше зарабатывать. Во! Да? Да. Все зависит от вашей способности. Мы создадим для вас условия. Мы создадим для вас условия. Вот эта фраза обязательно говорит. Мы создадим для вас условия. Мы создали компанию, где мы можем поддерживать сильнейших людей. Пожалуйста. Можете. Берите с рынка. Вы же не у меня берете. Дальше. Никто не нанимает, потому что на новых сотрудников нет денег. Одна из больших проблем, вы знаете почему? Вот это такое узкое мышление. Знаете, я тоже был такой. Вот 2-3 человека, работа никому делает, того. Я сам себя помню в 2010-х годах. Ужас. Мы пытаемся, по копейкам читаем, не нанимаем. И всегда что думают, откуда им платить? Нельзя, касса думать так. Надо думать, как срабатывать. Помните, какой был фокус? Куда надо направить? На то, чтобы на входе. Надо, надо, о чем подумать? Выход. Что я хочу получать? Я хочу получать сильную компанию. Я хочу получать, чтобы был большой доход. Я хочу, чтобы был порядок. Фокус на это. Не на то, сколько плачу. Не думайте о входе, ребята. Не думайте. Думайте о том, какой результат получат. Фокус на результат. Это самая важная вещь. Вот смотрите, люди не хотят на новых сотрудников вкладывать. А теперь смотрите, причина того, почему нет денег на новых сотрудников или на развитие, кроется в том, что те сотрудники, которые есть, не приносят достаточно денег. Вы согласны? А почему денег нет на развитие? Давайте вопрос. Хорошо. Почему денег нет на новых сотрудников? Почему денег нет на профессионалов? Вот если мы годами работаем. Мир постоянно онлайн, мы не отчислить. Внимание. Получается, что те, кто есть, он нормальный доход не приносит. Вот почему денег нет для развития или денег нет для найма новых сотрудников и так далее. А тот, кто уже работает, он нормальный денег не приносит. Не нужды на новых сотрудников. Самое интересное, нету найма, иногда некоторым ученикам я говорю, ну найми из кадров. Он говорит, но у меня ваканса нет. Я говорю, нет, но ты же собираешься расширяться? Он говорит, да. А что ты будешь делать? Ну потом найму. Я говорю, подожди, ты потом наймешь? Ты это думаешь, что потом найму? А потом ты наймешь, он уже не, стажировка не прошел, испытатель не прошел, он не готов. Ё-моё, ты потом еще три месяца иногда шесть месяцев тратишь, чтобы их наладить. Сейчас найми. Он говорит, ну надо же платить. Ну это нормально. Это оплата за будущее. Это нормально. Ты сейчас платишь меньше, а когда открываешь и поставишь туда слабого кадра, ты все равно потеряешь больше. Согласитесь? Вот когда ты открываешь новую, неважно это офис, магазин, ресторан, не знаю, гостиница, и поставишь туда слабого, ты все равно потеряешь больше. Потому что меньше трех месяцев этот кадр не адаптируется. Это невозможно человеку адаптировать за один день. Это нереально. Это не обои, что приклеили, стоит и стоит. Нет. У него свое понимание, свою философию, свою эмоцию. Дальше. Внимание обратите. Одна из самых важных вещей. Либо компания развивается, либо что? Либо расширяется, либо сокращается. Один из них. А если вы не расширяете, значит вы сокращаетесь. Плохие объявления, это один из некачественных объявлений. Ну, плохо написано объявление. Непривлекательно. Либо разместили его не там, где надо. И так далее. Но ищет в другом месте просто. К сожалению, ищет в другом месте иногда. И вот, это одна самая большая проблема. Ого-го. Либо такой текст, вот такое написано объявление. Либо он такой-то непонятно написан, трудным языком написан. Либо слишком идеально написано, что такого кадра человек читает. Я это точно не могу. Вот знаете, я помню, я помню, объявление одного своего ученика почитал. Он так был литературным языком, менеджер с такими дипломами, такой-такой, дипеешь такой-такой-такой-такой. послушай, ты где найдешь такого-то, чего побери? Он так, почти, я говорю, послушай, это просто Ангела ты ищешь. Ты не человека ищешь, прямо реально Ангела ищешь. Я говорю, откуда ты эти фразы, откуда брал? Он говорит, я собрал их с интернета. Я говорю, ты сам повторить не можешь эту фразу. Он сам повторить не могу. Это такие фразы, которые я вот так. Я говорю, ты Англии ищешь, это не человек. Откуда ты найдешь такого-то еще? Поэтому, либо слишком такой идеальный. Не напугайте, вот это все барьер. Согласны? Это все что? Человек читает, думает, не, я, наверное, это какой-то такой, там, гигантская компания. Супер-пупер, надо быть там, прямо как Стив Джобс, я не могу. Ну, это очень тяжело. Либо такой, либо такой. Поэтому, пожалуйста, одна из проблем, напишите это, пожалуйста. Помните, мы много раз говорили, что поток денег, правую руку поднимем, повторим за мной. Поток денег в компании пропорционально исходящий поток информации из компании. А теперь, поток кадров пропорционально исходящий поток информации из компании. То есть, если вы хотите, чтобы у вас было много, новый поток людей, делите много исходящей информации о компании, что, как надо вообще реклама, как надо давать? Внимание обратите. В связи с, сейчас, да, скажу вам сейчас, связи с расширения, связи с бурное развитие, связи с открытием новых филиалов, новых магазинов, компания такой-то, 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 требуются такие-таки-таки кадры. С таким-то опытом, с таким-то харизмом, с таким-то перспективом и так далее, и так далее. Каждый раз, надо каждую неделю менять. Каждую неделю менять. А если ведь две-три месяц один и тот же текст поставить, люди думают, ага, это они что, не могут найти кадры, что ли? Кто мне понял? Поэтому постоянно, что надо делать? Менять. Если сейчас написали, что в связи с расширением компания нуждается бухгалтер с опытом пяти лет того-того, через неделю меняем. В связи с открытием нового филиала компания нуждается HR, а в связи с какой-то такой-то компания нужна того. Это постоянно чуть-чуть меняется текст. Меняем, но всегда в голове человека что попадает? Почему они постоянно нанимают? Они развиваются. Итога в голове любого, кто со стороны видит нас, у него должно быть в голове одно. Они развиваются. А не так, что они что-то не могут найти кадры. Если вы один и тот же текст поставите, не меняете его, в голове человека что попадает? Как будто вы не можете найти кадры. Вот такого ассоциации не надо создавать. Создавайте ассоциации, что вы развиваетесь, вы постоянно расширяетесь, и у вас дело хорошо идет, вообще отлично, классно, алхамдуло. Если вы будете хотя бы частичнее из того, что я обучаю использовать, половина родственников если будете увольнять, делать то, что я говорю, исчелок компания мировая. да, исчелок. А почему бы нет? Давайте делим намерение, создать мировую компанию. Дальше. Бывает так, что у того, кто занимается наймом, нет понимания, что нужно делать очень много исходящих потока. То есть он не понимает, он немножко, вот 2-3 человека говорили, или 5 человека говорили, и говорит, Вериколамодаваль. Да, Вериколамодаваль, ждем. Я одного вечера брал, за сели год 4 кадра нашла. Я потому что внимания не обращаю, там иногда свои дела много было. Потом недавно, когда начали потом проверять, спустя год, когда потом начали проверять, смотрю за сели год, 4-5 кадров нашли. Я говорю, как вы их ищете? Ну вот так реклама туда дала. А как вы дадите, я говорю, просто иногда сам человек, который этим занимается, он не понимает, что надо это много делать. Не просто так, а много. А что это такое закон изобилия? Сказать? Сейчас вам скажу. Почему Кока-Кола везде? Это закон изобилия. Куда поворачивай, его видишь. Любой магазин, зайди, сникерс есть. Это закон изобилия. Куда поворачивай, он есть. Киндер, в любое место, где он есть. Это закон изобилия. Это изобилия. Создай изобилия. Везде тебя должны видеть. Везде должны тебя замечать. Вот гарантия дам, что вы просветаете. Сам закон наш мир так создан. Действуйте по законам изобилия. Это вообще круто работает. Очень сильно. Создайте изобилия продукт. Создайте изобилия информацию вашей компании. Это необходимо. Вы не думаете, что на это вы деньги тратите. Нет. Она окупает себе еще как окупается, еще хорошо. Деньги принесет еще много. Плохо плохая работа с выходящими звонками и письмами. Например, иногда люди звонят, им грубо отвечают. Или люди там, не знаю, отправляют письма, их нормально это не обрабатывают. Это такое же бывает. Или он мне сказал, что представляете, наставник, сколько ты сказал, что потеря денег, когда ты начал автоматизировать, что договора не доработаны были, не доведены до заключения. Больше 600 тысячи долларов. Он говорит, когда мы начали говорить, сейчас все автоматизировать, мы начали видеть, что договор подписан, но никто его не довел до оплаты. Или где-то был клиент, звонил клиент, сказал, его фамилию написали, до договора не довели. Где-то договор подписали, до оплаты не довели. Просто они потерялись. А где они? Не знаем. Кто бы не понял? Получается, что всю работу, которую надо было делать, делали тот кусок, который компания должна оставаться, его нет. А то, что пришло на бонус, на аренду, на зарплату ушло. Так? То, что должно было оставаться компанией, его нет. Поэтому вот, вот это очень-очень важный ваш, когда недоработание, не обработано хорошо, плохо отвечали, как сказать, не поймали человека нужного, хотя он звонил, хотя он отправляли этот резюме и так далее. У кого из вас бывало такое случая, кто-то когда-то вы встретили, потом он вам сказал, да я уже давным-давно вам написал, давным-давно вам отправлял, давным-давно там коммерческое предложение вам давал, а я думаю, что до вас дошло. У кого бывало хоть разу такое? Согласны? И ты узнаешь, что они год назад еще отправили. Думаешь, надо же, почему это не дошло до меня? По разным вещам, просто иногда некоторые компании по пути все потеряется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова